ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я хотела с тобой поговорить. Можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Знаешь, я только что встретила на улице... Кого? Садись. Спасибо. Я остановила его. Назвала себя. Он узнал меня. Но почему-то сказал, что я обозналась, и ушел. А ведь весь отряд он никогда не давал о себе знать. У меня хорошая память. Он почти не изменился. Кто? Кто это? Гриша он. Какой Гриша? Григорий Михайлович Чушков. Так он жив? Григорий Михайлович Чушков. Субтитры создавал DimaTorzok Юшков столкнулся на улице с бывшей связной городского подполья Тиной Ланемец. Через несколько минут он был убит в проходном дворе в 11 часов дня. Под трупом обнаружен след обуви, след четкой. Его мог оставить только убийца, когда перетаскивал труп за контейнер. Слепок сняли. В конце войны в нашем городке, при довольно неожиданных обстоятельствах, был зверски уничтожен партизанский отряд. И все городское подполье. Остались только трое живых. Связная Ланемец и еще двое. Сейчас они здесь не проживают. И вот эта встреча на улице, четвертой, оказавшейся в живых, неожиданно. Согласно оперативным данным, гибели отряда и подполья содействовал человек по кличке Кентавр. Настоящие фамилии неизвестны. Нет также фотографии и нет словесного портрета. Указывается только что. Физически крепок, инициативен. Прекрасно знает немецкий язык, так же, как и русский. О, одна негативная черта. Любит выпить и в этом состоянии болтлив. Принимались шаги для опознания и розыска. Безуспешно. Так вот, есть предположение, что все это взаимосвязано. Работники нашего отдела на виду. А вы человек свежий. Поселитесь в гостинице на той же койке, где жил убитый. Обратите внимание на рай из гостиницы. Круг знакомых Юшкова и лица, вступавшие с ним в контакт в нашем городе, вот здесь. Познакомьтесь с одним, с другим. Через них узнаете остальных, если они есть. Вот так, товарищ старший лейтенант. А для связи с вами завтра приедет Кристина Куслоп. О супруге можете не беспокоиться, все будет в самом лучшем виде. Когда родится дочь, мы непременно сообщим вам. Я хочу сына. Где тут гостиница Энгла? Не знаю. Энгла, что ли? Ну. Вот, прямо через квартал. Налево. Спасибо. Дай прикурить. Чего? Прикурить. А. Надя Лиманович, здравствуй. А, здорова. Спасибо. Может, сначала на почту клавать? Нет. Мы лучше потом зайдем. Хорошо. Здрасте. Мест нет. Насчет меня звонили из горкома. Комсомола, конечно. Алло. Дайте трубку, пожалуйста. Пожалуйста. Алло. Документ. Угу. Мест нет. Фамилия? Моя. А чья же? Там написано. Вараксин. Есть, Вараксин. Надолго остановитесь? Я бы остановился у вас на всю жизнь. Но дела, знаете ли. Я у вас серьезно спрашиваю. Вы дома шутите, а здесь учреждение. Извините. Я всегда шучу. Пишите приблизительно неделю. Я думаю, я управлюсь. Ключик от пятого. Спасибо. Ключик от номера, пожалуйста. Там открыто. Моряк в номере. А какой номер? Тридцать шестой. Спасибо. А по какой лестнице? По левой. Спасибо. 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 Эй, друг. Друг. Чего надо? Вставай, знакомиться будем. Ты чего в простыню залез? Мухи. Ага. А ты ленту ядовитую купи. Сразу все подохнут. Еще чего. Полотенцем выгони. Не пробовал? Ты разговорчивый. Ну, как здесь городок? Ничего? А тебе-то что? Да так. Любопытство? Ну, вот и сиди. С твоим любопытством. Сижу. В кино что-нибудь интересненькое идет? Еще чего. Я в кино не хожу. В местном отделе его не считали возможным убийцей. У него было алиби. В день убийства он находился с утра в гостинице. На виду... Эй, друг. Хлебни водички. Холодненькое. Но ведь он выходил на 20 минут за папиросами. И приблизительно в то время, когда было совершено убийство. Так, посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Айн, цвай, драй. Может, отраимся, а? Чего? А, с утра не пью. Ну-ну. А чемоданчик свой на хранение сдай. Сопрут. Кому он нужен? Тут и переть-то нечего. Какая жарища, а? Лето. Американцы со своими водородными бомбами климат испортили. Допрыгали с гады. Империалисты проклятые. Не хватает еще, чтобы снег пошел на голову. На моментальной фотографии он выглядит гораздо старше. Помощник капитана рыболовного траулера. Сосед, чего графин в раковине оставил? Что пристал? Графин в раковине. Ну и что? Ну, извини. Не люблю. Когда извиняется. Да? Ну, извини, а также и прости. А ты наглец. Улыбнитесь. И вообще, тебе сколько лет-то? 96. Точно. Все вы нахалы. А как же? А я, между прочим, тебе в отцы гожусь. Папочка, купи мне шоколадку. Студент? Угу. Где здесь, между прочим, управление экспедиционного улова? Рыбкина контора возле базара на улице Прудиса. А ты не в море часом собрался, а? В море. А меня списали. Воспитывают? Не говори. Потомственный моряк Войтин на мели. А как насчет душа? А? Функционирует? Угу. 30 копеек. Вы знаете, у меня случилось большое несчастье. Я бумажник потерял. И все деньги. Все. Да что вы. Точно. А много денег было? Как раз 30 копеек. Но я волшебник. Если вы мне дадите ключ от душевой, вас полюбит принц. Если вы волшебник, войдите без ключа. Через замочную скважину. Заклинание для дверей забыл. Для присушивания сердец и больных зубов помню. А это забыл. Склероз. У нас один жил здесь такой. Возьмите, пожалуйста, ключик. Да, какой такой? Тоже весельчак. Угу. Только старенький. Спасибо. И нет старичка. Ого. А где же он? За час до убийства ее видели на пляже. С Юшковым. Тогда дадите ключик несчастному. Если ключ всем давать, это порядок по-вашему? Милая. Это же простые смертные. А я волшебник. Ну и что? Ну как что? Принц будет сдавать пылинки с ваших туфель. Только верните мне. Договорились. Непременно. Простите. Спасибо. Дюшков-кентавр. Но с таким же успехом он мог и не быть кентавром. Он мог быть его жертвой. Дюшков приезжает сюда. На улице случайно сталкивается с предателем. Возможный вариант. Столкнулся же он с бывшей подпорщицей. А откуда он знал, что тот предатель? Почему молчал все годы? Неясно. Дюшков собирается разоблачить кентавра, а кентавр его убивает. Спасибо. Пожалуйста. Алло. Нет места. Спасибо. Пожалуйста, принц. Мне от шестого. Пожалуйста. Между прочим, вы когда сменяетесь? А, не слышу. В семь. А что? Вечерок вместо. А вы нахал. Да. Ему лет шестьдесят было. Слабенький. Валидол все сосал. Я, говорит, отдохнуть приехал. Здоровец поправить. Вот и поправил. Тюкнули чем-то по голове. И нет Григория Михайловича. Не чем-то, а кастетом. Его подобрали работники город-дела недалеко от места преступления. Кастет немецкого производства. Такими пользовались эсэсовцы во время войны. Может, ограбления? Какое там ограбление? Я его все время выпить звал, а он... Я здесь еще долго проживу. У меня все рассчитано. Денег в обрез. А может, врал. Как-то он пришел ночью, часа в два. Сдыхал все. На кровати ворочался. Потом встал. Лампу зажег. Писал что-то. Затем порвал и в пепельницу бросил. А утром мы с ним вместе выходили. Он в дверях встал и обратно кинулся. И обрывки эти вытащил. И в карман спрятал. Вот какие старички бывают студент. Странный был мужик Григорий Михайлович. Шпион, наверное. Сам ты шпион. Ну что, отраимся? Сказал же, с утра не пьем. Шах вам. Шах? Тогда я один выпью. А черного слона где посеяли? А черт-то его знали. Потерял где-то в номере, нигде не нашел. Ключик любопытный. Не лапай. А что? Положи, говорю, на место. Чудаковый человек, это же слон. Если я его буду бить, я же возьму его в руки. Нелогично получается. Ну и пусть нелогично. Интересная оборотка у него. Вы знаете, я когда-то слесарничал и немного разбираюсь в замках. Ну что ты привязался? На заказ сделали. Соблазнишься? Да нет. А то я ничего, парень. Упрямый. За тебя выпью. А я за вас вечерком. Ты мне даже нравится начинаешь. Да. Директор просил передать. Вы в течение трех дней должны освободить место. С брони вас снимают. Вы меня поняли? Вы меня поняли? Думают, если списали на берег, так уж все. Да, плохи ваши дела, Боцман. Шах вам. Не в этом дело. Это ключ от дома, которого нет. По общежитиям живу. По гостиницам. А до войны у меня здесь, в этом городе, квартира была. А потом она погибла. Погибла. Кто она? Жена. 23-го я ушел на войну. Бомбежка? Она была в партизанском отряде. А ее фамилия? Тоже Войтина была? Ее держали полтора месяца в гестапо. А ты откуда мою фамилию знаешь? Вы же сами говорили полчаса назад потомственный моряк Войтин на мели. Верно. Совсем дырявая память стала. Брюки застегни. Круглова была ее фамилия. О, черт! Автобус уйдет. Вы что, уезжаете? Да нет. Может быть, Войтину нужно кого-то проводить? Или встретить? Стоп, стоп. Среди вещей убитого было найдено расписание автобусов, курсирующих по побережью. Ну и что? Никакой связи тут нет. Второй черный слон был найден в пиджаке у Юшкова. Может, он машинально сунул его в карман и забыл во время игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, извините. Пожалуйста. Вот тябрь. Убирай что-то. Моешь. Да вы не сердитесь. Я сейчас все соберу. А вы что, новенький? Да. Пауль, играй тут. Сегодня прибыл к вам в гостиницу. И вдруг, бац, узнаю. Убили человека. А, этого, да. Его Бог наказал. Он распущен был. Пес такой. Ну да. А откуда вы взяли? Мыло я тут пол. А он мимо идет. Стоит напрямую сказать. А это то прилично. А, ну как это по-русски сказать? Взяли и пощупали меня. И если опыт мигывает. Я его чуть его трапкой не ударила. Осторожно. Пауль, иди ко мне. Директор идет. Быстро. Тише, ребята. Тише. Не поцарапайте. Осторожно. Ведра. Таре. Чего? Новая уборщица. Ага. Я вас раньше не замечал. Так я внештатная. Ах, так. Угу. Могу оформить. Я директор. Ну, а дальше что было? Ну, что было? Ничего не было. Смышки хотели устроить старый хрыч. А потом, видя, что кто-то идет по коридорам, махнул рукой. И боком-боком ушел. В общем, убежал. А на сыраечке я его на пляже видела. О, шалун был покойничек. За что ж все-таки его кончили, интересно? По-моему, за бабу. За бабу? Так он уж вроде не молоденький был. Годы вышли. А вы всякий наковы. Передаем последние известия. Ну что, молодой человек, подумали? Пусть вы с необычной теплой погодой, рыболовные траулеры и не проживание ведут промыслы. Оформляйтесь уборщицей на летний сезон. Благодарю. Мусор хорошо убираете со старанием. Служу трудовому народу. 6 июня. Замер эксплуатацию 3 новых жилых дома в районе новостроек. Мы устаняем. 240 семей... Я пошутил. Держите 30 копеек. Я люблю шутить, но насчет вечера я говорил серьезно. Кстати, от робости я забыл спросить. Как вас зовут? Рая. А меня, Борис. А вы говорили на хал. Чтобы спуститься к ларьку за папиросами и не торопясь вернуться на третий этаж в номер, нужно максимум 5 минут. Моряк отсутствовал 20. Как раз во время убийства. Любопытно. Шибку, пожалуйста. Шибки нету, кончилось. Ну, тогда приму. Пожалуйста. Две копеечки дайте мне. А больше нету. Больше не надо. Скажите, Беломорь редко бывает? Всегда. Месяц торгую без перерыва. Беломорьер. Стоит. Вараксин говорит, проверьте, работала ли табачная лавочка в день происшествия у гостиницы. Хорошо. Буду, как договорились. Субтитры создавал DimaTorzok Да, слушаю. Хорошо. Может быть, капитан Сибол занят? Одну минуточку. Да, хорошо, передам. Я могу завтра? Нет, нет, посидите. Пожалуйста, посидите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, дежурный слушает. Есть. Пройдите в 17-ю комнату, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Сибол, если не ошибаюсь. Вот тут в повестке указано так, на второй строчке. Да. Садитесь, Генрих Остепович. Благодарю вас. Извините, пожалуйста, что вам пришлось подождать. Ничего, ничего. Я же понимаю, что у вас работа такая. Одно беспокойство. У меня муж двоюродной сестры, он тоже в милиции работал. Теперь он полковник. На пенсии в Рике живет. Ну, у него такие связи. Его весь город знает. Ну, об этом в другой раз. Скажите, вы знали Григория Михайловича Юшкова? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились? В лодке. В лодке? Да, я три года назад отдыхал в Евпатории, дикарем. Ну, сидел на пляже. Вот если, знаете, там два пляжа. Один в черте города, близко, а другой на трамвае надо ехать. Вы бывали в Евпатории? Нет. Ой, как жалко. Вы начали про лодку? Ах, ну да, про лодку. Я сидел на песке, то есть не на самом песке, а на подстилке. Ну, лодка подъехала большая. Шлюпка даже, а не лодка. Мужчина, он из организации Освод, что ли, он на веслах сидел. Он предложил покататься по морю, двугривенный снос. У нас набилось человек восемь, в основном пожилые. Вот среди прочих был Григорий Михайлович. Мы как-то приглянулись друг к другу. Ну, и вечером расписали пулечку, выпили сколько положено. Значит, выпили после пулечки. Выпить Ишков любил? Очень даже грешен был по этой части. Весьма уважал Бахуса. Был такой бог. Знаю я такого бога. Вы, видать, тоже не отставали, простите. Ну, в меру своих сил и возможностей. Ишков один отдыхал? Один. Один. Его супруга тоже одна отдыхала. У них такая теория была. Отдыхать от работы и друг от дружки. Отношения у них были ровные? Ну, как обычно, после пятидесяти, когда детей нет. Правда, она моложе его была. Намного моложе. Вы ведь ее неплохо знали? Да, мимолетно. Она же заезжала в Евпаторию за мужем. Пробыла три дня. Красавица. Мы втроем прекрасно провели время. Купались. Сидели в ресторанчик. Да. Странные у них были отношения. Не нахожу. Вы с тех пор так с Ешковым больше не виделись? Ну, как не виделись? Виделись, переписывались, а потом через год опять встретились на юге в бархатном сезоне. А в этом году... Скажите, а раньше он в нашем городе бывал? Говорил, что до войны проживал в этой местности. И очень обрадовался, когда узнал, что я из этого города. Когда, говорит, ты поселился здесь? Я говорю, после войны. Значит, ты меня сменил? Ага. Я, говорит, до войны проживал одно время. Все? Ну, а спрашивал, как улицы теперь называются. Какие перемены? Общих знакомых не искал. Никакого не расспрашивал. Чего не помню, того не помню. Такие мелочи, что с вас Дуга и Вины взяли за лодку три года назад, вы помните? А это забыли. Обидно? Это ведь очень важно для следствия. Забыл. Он встречался с кем-нибудь здесь? Нет. Вы знаете, он мне про какого-то Семена говорил. Я, правда, слушал невнимательно, не то он собирался с ним встретиться, не то встретился. Семен, вы не помните, где этот Семен работает или вообще что-нибудь про него? Ничего, к сожалению, не знаю. Постарайтесь припомнить. Извините, не помню. Что вы думаете об убийстве? Ума не привожу. Ведь чистейшей души был человек. И это не потому, что о покойниках плохо не говорят. Нет, ну, просто он именно такой и был. Душевный, чуткий. Еще налить? В чем же это проявлялось? Да ну, трудно так сказать. Например, вот здесь, в гостинице, девушка одна работает в крае. Он мне мельком говорил, у нее неприятности какие-то, жалел ее. И вот как-то зашел я за ним в гостиницу, а он стоит возле ее столика и так ласково с ней разговаривает. Утешает. Не слышали о чем? А когда я прошел, они замолчали. Не хотели, чтобы кто-нибудь слышал? У меня создалось такое впечатление. Ну, а что все-таки вы сами думаете об убийстве? Товарищ Сиба, позвольте попить водички. Сейчас налью. Не беспокойтесь, я сам. Я долго думал об этом, но ни к какому выводу не пришел. А может быть, его хотели ограбить? Что у него при себе была крупная сумма денег? Он не говорил, но я в порядке предположения. Он долго думал тут оставаться? Полагаю, весь отпуск, а впрочем, не знаю. Странно, мне показалось, что вы друзья. Он мог бы быть с вами более откровенным. Он здесь был пять дней. И каждый вечер мы были вместе. Днем бы не встречались? Нет, я же работаю. Хотя один раз договорились, что он придет ко мне на работу. Я на мебельной фабрике. Вот жалко, отсюда не видно. Скажите, в котором часу он собирался зайти к вам? Пол двенадцатого. И вот, я вспомнил, в этот вечер мы с ним не виделись. Я заходил в гостиницу, и там его не было. Он был обязательным человеком? Да. Ну, а как же это он все объяснил на следующий день? Ну, он днем купался, потом бродил по берегу. Забрел далеко от города. И не торопился возвращаться. Любовался закатом. Он любил природу? Не замечал. Когда это произошло? Что это? Извините, когда вы должны были встретиться и не встретились? Какого числа? С часа. Третьего. Так. Третьего. И последний вопрос. Вы сами понимаете, идет следствие, и мы обязаны проверить все. Где вы были утром, во время убийства? Понимаю. Понимаю. Простите, а во сколько его убили? Ну, по времени. Приблизительно в 11 часов. С утра и до часу был дома. Отгул сделал. И можете проверить, соседи из дома 10 видели меня, как я возился с цветами. Ну, что же вы отгул взяли в средине недели? Лучше бы к выходному приплюсовали. Дела накопились дома. Какие, если не секрет? Да всякие. Вот, повозиться с цветами необходимо. И аккурат в это утро протек на меня сосед сверху. Хорошо я дома был, и целый поток. С Юшковым вы договаривались в этот день встретиться? Нет. Ну, то есть да, вечером. Но не удалось уже встретиться. Да. Ало, дежурный, слушай. Ало. Ало, дежурный, слушай. КОНЕЦ 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 Добрый день. Добрый. У меня муж двоюродной сестры тоже в милиции работал. Правда, в Риге. Значит, в Ригу собрались. Род свинечку. Тут человека убили, а милиция... А что милиция? А-а-а. КОНЕЦ 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 Человек, человеку, другу, нужно помогать. Правда, мне не хотелось бы к нему обращаться. Ну, тогда не беспокойтесь. И никуда я вас сегодня отпущу. У меня коньячок есть. И еще, конечно, найдется посидим. Мне, право, неудобно. Вы знаете, я тут познакомился с одной девушкой. У меня свидание. Ехали на тройке с бубинцами, отдали, мелькали, отданьки. Симпатичный домик. Ничего. Проходите, пожалуйста. А, ладно. Наверх, наверх. Мне б теперь, соколики, за вами душу бы развеять от тоски. Душу бы развеять от тоски. Кошмар. Не туда-не туда. Там сосед живет. Вот здесь. Ах ты мой хороший. Ничего, собачка. Ну, песик, давай знакомиться. Лапку. Садись. Садись. Генри Косипович. Я думал, она спит. Я? Жена? Нет, вдова моего друга. Прелестная женщина. Чудесный характер. Сейчас лимончик достанем. Что-нибудь прояснилась? Потом расскажу. Одним словом, он погиб несколько дней назад. Я вызвал ее телеграммой. Она прекрасно держится. По-мужски. А сама она клавочка. Простите, я не одета. Ничего. Ничего, знакомьтесь. Здравствуйте. Вы помните, как Жульен пришел убивать госпожу Риналь? Это когда... Вы помните? Он стоит за ее спиной с пистолетом и думает. Нет, я не могу убить ее. А потом она закуталась и стала как бы неузнаваемой ему. И тут он выстрелил. Как это психологически точно? Юшкова, Клавдия Николаевна. Угу. Стендарь. Борис. Этот милый молодой человек мне вернул сегодня... Что вернул? Самое дорогое в жизни, хорошее настроение. Клавдочка, давайте лучше сядете за стол. А? Да, да. Пойдем. Сюда. Вы знаете, мне как-то неудобно. Может, в другой раз? Ну что за разговоры? Мойте руки, вот мыло. Все будет прекрасно. Клавдочка такая мастерица, так великолепно готовит. М-м-м. Ого. Что это у вас тут? Что? М-м. А, сосед наполнял ванну. Забылся, и вот, пожалуйте, результат. Нашел тут маляров. Халтурщики обобрали как липку. Угу. А потом пятно снова проступило, пришлось сегодня подбеливать. Угу. Я занимался цветами. Прихожу домой, а тут целые два дня, не представляете? И давно протекло. Дня два назад. Угу. Вот. Полотенце вот это, я пойду к лавочке помогу. Угу. Причем здесь Стендаль? Он стоит с пистолетом за ее спиной и думает, нет, я не могу ее убить. Интересно, почему Буш так странно вел себя на допросе? Пятого именно в этот день он взял отгул. В день убийства. Ах, хорошо. Помогает от всяких волнений. Да, лечит, так уж лечит. Было б только от чего. Ну, вы молодой, у вас все еще впереди. А что именно впереди? Вякове. Крыть, ни одним словом. Жизнь прекрасна и удивительна в мечтах. И у классиков. Читайте классиков. А я, между прочим, мечтала стать писательницей. А стала домработницей у собственного мужа. Клавочка, выпейте рюмочку. Ну, за талант. За ваш талант. Нет. Их шли семих ирем тоуст ан, как сказал бы немец. А вы лихо говорите по-немецки. А вы... Ну, откуда же? Я институтов не кончал. В инженеры вышел с самоучкой. Вот Григорий Михайлович Юшков. Он владел немецким. А вы что, изучаете? В институте. А вы сюда на отдых, конечно. Не совсем. Хочу устроиться в сельдяную экспедицию. Матросом. Но, говорят, трудно устроиться. Ой, Боря. Я же обещал. Мой сосед наверху, ну, который протек на меня. Мягер. Он работает в рыбном управлении. На. Правда, мне не хотелось бы к нему обращаться. Но, раз надо... Генри хочет. А может, не надо? Я сейчас. Здесь хорошо, в Прибалтике. Ничего. А вы, между прочим, похожи на скандинавы цветом волос. Нет, я москвич. Как я мечтала пожить в Москве. Не получилось. Все, мой Юшков. Я знаю. Он жил в этом городе? Угу. Он очень любил Прибалтику. Но жили мы в Сибири. Там я и познакомила с ним, там и вышла замуж. У меня было 22, а ему 4 десятка. Да. Любил Прибалтику. Жил в Сибири. Жил в Сибири. Теперь я свободна, как птица. Странно, у них никого нет. Но понятно, она гостит у родных, но мягер. До сих пор не вернулся с работы. Уже полшестого он всегда бывает в это время дома. Странно. Очень странно. Полшестого, вы знаете, мне пора идти. Ну вот, посидите еще. Да нет, мне неудобно. Ну, ну, ну. У меня свидание. А, я вас понял. Снимаю все возражения. Да, вот что. Я с мягером переговорю сегодня же обязательно. А вы завтра зайдите к нему на работу. Рудица 5. Мартин Мягер. Всего хорошего, Клава Николаевна. Желаю удачи. Боря, если вам нужны будут взаймы деньги, я всегда готов. Спасибо, пока не нужно. И потом держите со мной связь. На всякий случай, вы в каком номере остановились? В 36-м. В 36-м? Угу. Вот это совпадение. А что? Да нет, ничего. Ну, заходите, заходите. Спасибо, обязательно зайду. Спасибо. Спасибо. Странно. В это время Мягер всегда бывает дома. Ну, что там, в милиции? Спрашивали, как мы познакомились с вашим мужем. А как вы познакомились? Ну, тогда в Евпатории. Ну, интересовались, бывал ли он здесь раньше, любил ли природу. Причем тут природа? Что еще? Да что вы ей было, Клавдия Николаевна, второй допрос мне устраиваете. Между прочим, про ваши взаимоотношения спрашивали. Спрашивали. Спасибо. 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 Я смотрю, к цивилизованной жизни возвращайтесь. Смотри, смотри, студент. Науки юноши питают. На танцы собираетесь? Ага. Я так плясать буду. Ну, а по правде? По правде. А что делать-то? Надоело в номере валяться. Польки по радио слушать. Решил пойти в кабак. Хорошее дело. Посидеть с людьми. Тебя приглашаю. Спасибо за приглашение. У меня свидание. Наконец-то у нас новый сосед появился. Будем знакомиться. Ухальский, Ольга Янович. Ого. Меня просто, Боря. Студент. Ну-ка, гроссмейстер. Ход сделали? Ага. Так. Прекрасная песня. Сантиментальная немного. Доброе, студент. Ну, что ж тут такого. Песня не может каждому нравиться. Ваши годы я был очень неуравновешенным юношей. Слабым. С комплексом не полно ценности, как теперь говорят на Западе. Ну, надеюсь, со временем это проходит. Ха-ха-ха. У кого как? По Фрейду комплексы есть почти у каждого. С трудом и Фрейда я не знаком. Но я слышал о них. А что вы слышали? Тебе бы в милиции работать. Студент. Ну, спасибо. Это почему? Вопросов много же даешь. Сосны с непокрытой головой. Время не щадит воспоминаний. Их смывает, как песок волна. Но стоят все время между нами. Море, тюны, сосны и война. Кругом, хотя, для кого-то вновь шумит прибор. Как и я, все дыми стали сосны. Сосны с неболовой. Время не заботиться. Бол unfdestоподода Отпieder Maiя Кlusка sections Tra Chi 11 15 15 Субтитры делал DimaTorzok Я не могу понять. У него было большое горе. Он ведь вам рассказывал. Какой-то подлец во время войны выдал его жену. Гестаповцам. Она была здесь, в партизанском отряде. Да что вы говорите. А я не знаю. Доигрывать не будем? В следующий раз. Простите, вы не курите? Курю, но на данном этапе ничем полезен быть не могу. У вас не найдется? Пустая пачка. О, может, у покойничка в тумбочке завалялся? Нет, он не курил. Не курил, не пил и даже в шахматы не играл. Царство имя небесное. Жалко. Вот такое совпадение. Сразу троих куревок кончилось. А дойти покупать? Вы не возражаете, если я составлю вам компанию? Да, да, пожалуйста. Гроза собирается. Зачем съемок в воздухе много? Это хорошо для здоровья. Вы бы тоже пиджачок накинули. Какой там пиджачок? Он его на пляже оставил. Потом хватился. И нет пиджачка. Ничего страшного. Я пока обойдусь. Идемте. Счастливо отравиться. Не каркай. А он ей говорит, тут же 13-й этаж. А она говорит, прыгай, тут не до соеверий. Это хорошо. А вы в каком направлении идете, горе? А вы? Куда глаза глядят? Вы знаете, у меня есть полчаса времени. Я вас провожу, а потом бегу. Ладно? А, конечно, конечно. Вы первый раз при Балтике? Да, впервые. Вы тоже? Нет, я здесь часто. Мне нравится этот городок. Правда, этот раз командировка немножко оборочилась. Оборочилась. А что такое? Да. На вашей кровати, между прочим, Боряр лежал один старичок. Так его хулиганы так стукнули. Насмерть. Хулиганы? Да. Но их поймали? Не знаю. Не вредный мужчина был. Играл карты, анекдоты рассказывал. Да, тут вечером на улицу ты не выйдешь. Ну, я увы или днем. Зайдем, может быть? Я люблю. Ну, я не могу. Продолжение следует... Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка. Но владел-то он им отлично. Я-я. Боря, вы говорили про жену Войтина, нашего соседа. А ее фамилия Круглова? Круглова. Обычная жуткая история войны. Да. Я был как-то в гостях у одного инженера с мебельной фабрики. Я к ним приехал в командировку. Но так мы сидели, он рассказывал эту историю. Да, кстати, там был и Юшков, которого потом убили. Он еще сказал, что не любит жутких историй. Да, кто мог предполагать? Да, правда, этот инженер сам толком ничего не знал. Ему всю эту историю рассказывал сосед, который живет там. Ему такая фамилия... Мьягар. Чудак какой-то. Вот я помню, мы вышли от Буша в Юшкове, а он сидит на скамеечке, дымит папиросы. Вдруг увидел нас, бросил папиросу, схватился за скулу, как будто болит, и отвернулся. Но мы так отошли шагов 20, 25. Я оглянулся. А он пристально смотрит нам в свет, даже про зубы забыл. Пьяный, наверное? Нет. Я бы сказал, человек расстроенной психики. Господи, как тесен мир. Два часа назад я был в гостях у этого Буша. Генри Хоще. Вы знакомы с ним? Да как вам сказать. Так, случайно. Разговорились в подвальчике. А он еще молодец. Хорошо принимает. Как вы насчет этого? Ах, Боря, в вашем возрасте я любил заглядывать на донышку. Я, простите, пил как лошадь. А вы москвич, Боря? Да. А что? Ничего. Так, заметно. Недавно приехал я со всеми уже знакомыми. А я вообще общитель. Да, вам повезло. Дождя не будет. Ну да. А вам, наверное, уж пора. Желаю удачи. Спасибо за компанию. Мне чертовски неудобно мучить людей вопросами. Но есть же кто-то один, из-за которого я проверяю многих. Он должен и за это ответить. Это Вараксин. Опишите подробнее, как был одет убитый. Темно-синие лосановые брюки. Немного короткие ему. Белая рубашка, пиджак. Стоп. У него были еще пиджаки? Костюм в гостинице. А какой был на нем? Серый в полоску. Уточните, были ли в карманах табачные крошки? Отдельно в брюках и в пиджаке. Хорошо. Второе. Мне нужны сведения о соседе Буша. Мартине Мягере. Вы предлагали супруге опознать погибшего? Личность точно установлена. Не хотели ее травмировать. Хорошо. Пока все. Пока все. Трудно работать целые сутки. Потом отсыпаемся. И на дежурстве можно поспать. Только надоело мне здесь. Да, мне нравится. Море под боком. И вообще. Разве это море? Дождь зарядит и идет месяц. Действует на нервы. А вы уезжайте. Никто не берет. Спасибо. Между прочим, вы поселились на несчастливом месте. Неужели соседи не рассказали? Нет. Человека, который спал на вашем месте, убили. Как убили? Убили. За что? Откуда я знаю? Ужасно. Я не знал. Ну ничего, зато мне на соседей повезло. Вот моряк, мне определенно нравится. А мне нет. Почему? Раз я отлучилась на пять минут, а ему взбрело за место платить. Так он такой тарарам поднял. Когда Юшков ушел от Ланомец, не пожелав ее узнать, Ланомец увидела Раю. Она бежала за Юшковым, явно боясь упустить его из виду. Раечка, так куда мы идем? Я домой. А вы не знаю. Наверное, провожаете меня. Вы только представьте себя, Раечка. Я приду к себе в номер. Я буду совсем один. Мне будет так грустно. Вы не новый. Так, пойдем в кафе. Нет. Вы женаты? Женат. Странно. Обычно говорят, что нет. Так это же обычно. А почему вы кольцо ненасте? Не люблю. А ваша жена тоже не любит? Жена любит. А вы своей жене изменяете? Послушайте. Мне совсем сейчас не хочется говорить о ней. Давайте о вас. Наверное, отбоя нет от кавалеров, а? Поберегите комплименты для жены. А потом мне никто не нравится. Ну, так уж и никто. Не знаю. Я, наверное, легкомысленная. Поберегите комплименты для жены. Нет. О чем? Окей. Нет. Я ужасно устала. Спать хочу. Я вас провожу. Не надо меня провожать. Только не вздумайте меня обмануть. Если вы исчезнете, как в прошлый раз, я с вами поговорю иначе. Я же вам объяснил. Чепуховина получилась. Легавые на хвост сели. Не любишь отгонных славячек? Вы не можете говорить нормально. Ну ладно, ладно. Вы в гостинице? Во всяком случае, предоположная сторона Чамби. Я это имел в виду. Органы копают насчет убийства. Значит, завтра? Как договорились. Вы одна живете? В гости собираетесь. Что бы? Просто так. С мамой. Отец погиб в самом конце войны. Дайте закурить. Вы вообще курите? Нет. Пожалуйста. Когда я была маленькой, я воображала себя медицинской сестрой. Выносила отца с поля боя. Перевязывала. И он оставался жив. Мне его очень не достает. Очень. У вас есть цель в жизни? Что же вы молчите? Да. А какая? Вечерела. Пахла огурцами. Синий дым над полем поднимался. Как дымок от новой папиросы. Как твои усталые глаза. А мне бы хотелось иметь цель в жизни. И любимую работу. И не сидеть в этой паршивой гостинице. Вам не холодно? Нет. Неудобно. Да бросьте. Если холодно, надо утепляться. Про меня и так сплетничают. Никого же нет. Все равно. Не надо. Не надо. Это мой подъезд. Очень приятно. До свидания. А когда оно будет? Раечка. Ну зачем? Мы завтра увидимся. Может быть. Давайте на пляже. У вас ведь завтра свободный день? Не знаю. Выспаться надо. Привет. У вас есть цель в жизни. Я не пессимист. Нет. Уничтожить всю дрянь на земле. Эта цель недостижима. Моей жизни на это не хватит. Недостижима для меня. Может быть, достижима для моего сына? Нет. Нет. Пожалуй, для сына. Моего сына. Но если я мало сделаю сейчас, она будет недостижима. И для него. Моего сына. Моего сына. Це... Моего сына. Моего сына. Хватит. Та... Сму... Сму... Та... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что прямого отношения к нашему делу это не имеет, но круг знакомых Раи Познанской выяснить нужно. Он еще молодой, ему с нами скучно. Нет-нет-нет, я по уши найну пить не буду. Будьте здоровы. Привет. Ребята, сосны. Сосны с непокрытой головою, В дом дорог судьбы моей стоят, И порой пьянящий запах хвои, Вдруг оглушит, как шальной снаряд, И назой, подсчитывая весны, Жизнь моя пройдет передо мной. Море, дюны, мы с тобой и сосны, Сосны с непокрытой головой. Как все это глупо. Средь бела дня убили человека, А милиция не может найти преступника. Найдут. И так думаете? Их смывай, как песок волна, Но стоя все время между нами Море, дюны, сосны и война. Все кругом опять светло и просто, Для кого-то вновь шум и прибой. Как и я, седыми стали сосны, Сосны с непокрытой головой. А Григорий Михалыч, царство небесное, Музыку уважал. Да, вы ведь с ним вместе любили в ресторации посидеть. Один раз только. И то недолго. Добрый вечер, Мартин. Здравствуйте. Что это вы сегодня так поздно? Что так? Содержался? Супруга пишет? Нет. Я сегодня в милиции был. Да. Вы слышали, Юшков убитый? Ну, вы еще им так интересовались. Я им не интересовался. Мартин. Что? Тут я случайно с одним милейшим молодым человеком познакомился. Он студент из Москвы. Так у меня к вам просьба. Надо помочь человеку. Нельзя его матросом на СРТ оформить. Ему надо заработать. Пусть зайдет завтра. Пусть зайдет завтра. Пусть зайдет завтра. Пусть. Волосы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Пожалуйста, сюда. Здравствуйте, Клавдия Николаевна. Садитесь, пожалуйста. Чем я обязан? Я хочу домой. В Сибирь. Не могу я здесь больше оставаться. Но мне нужна справка или заключение. Или еще что-то. Я не знаю, как это называется о смерти моего мужа. Мне это нужно для оформления всех моих дел и для инспекции Гастраха. Понимаете? Понимаю. Пока следствие не окончено, трудно удовлетворить вашу просьбу. Какой ужас. Это же бюрократизм. Видите ли, смерть вашего мужа наступила при необычных обстоятельствах. Какие обстоятельства? Смерть есть смерть. И все-таки до окончательного выяснения обстоятельств, при которых был убит ваш муж. Мы ничем вам не сможем помочь. Факт убийства в школу Григория Михайловича. Он был тихим, славным человеком. Уголовное дело. И такая нелепая ужасность. Успокойтесь. Поезжайте домой. Дома как-то легче. А документы мы вышли. В госстрах. Выпейте воды. Спасибо. Не надо. Я вам не очень помешаю. А мне все равно. Ну, зачем уж так жестоко. Я ведь могу сесть за другой столик. Пожалуйста. У вас что, плохое настроение? Нет. А у меня неважное. Драков парадных? И это тоже. Понимаю. Карманы грюк убитого, табачных крошек не обнаружено. А в пиджаке они есть. Юшков, между прочим, не курил. Юшков был убит пятого днем. Около одиннадцатим. А третьего... Третьего, я думаю, состоялась какая-то встреча. Ведь Юшков не явился на фабрику к Бушу. Хотя договорился приблизительно на это же время. Прямо расписание какое-то. Третьего Юшкова не обязательно было с кем-то встречаться. Он просто мог узнать в этот день кентавра в ком-то из окружающих. Только мне кажется, здесь все наоборот. Кто-то узнал кентавра в Юшкове. Не знаю. Не знаю. Кстати, именно третьего ночью в Юшков писал какую-то записку. Потом порвал ее и выбросил. По принципу свободного времени подходит Буш. У него был отгул, но зато его видели соседи. Ухальский. Тот утверждал, что с утра был на взморье. Ну, знакомых у него здесь нет и проверить нельзя. И еще Войтин. Тобачный ларек тогда работал без перерыва до трех часов. Я буду на пляже. Привет. А, студент. Как наш сосед? На работу не проспал? А что ему? Командировочный. Ходит на свою фабрику, когда вздумается. Шляется по ночам к бабам. А потом до полдня дрыхнет. Угу. Врет, конечно, насчет пляжа. Небось, муж жестукал. Вот он с перепуга-то пиджачок и оставил. Дорогой пиджачок-то? Дорогой. Серый в полоску. Импортный. Большие дела импортные. А вы сейчас на пляж, да? Какой там пляж? Комнату ищу. Выгнали ведь из гостиницы. Давайте искать вдвоем. Двоем веселее. Давай. Пухальский курит. Он играл в шахматы и машинально мог положить фигуру в карман. На убитом пиджак Пухальского? Почему? Хозяйка! Комнату не сдадите? Нет, комната нет. Тут санята. Понятно. Добрый день, папаша. Хорошего человека приютить нужно, а? О, трудно сейчас. Что задумался? В саду раскладушку поставить могу, если подходит. Это как на палубе. Нет, папаша, это не те дела. Может, что-нибудь получше посоветуешь, а? О, люди много. Все на отпуск. Напротив. У Ланемец, спросите. Правда, к ней приехали дочка. Хватейна. Ну что, может, попробуем? Спасибо. Что же делать? Спокойно. Хозяйка! Хозяин! Зайдем. Халло! Халло! Вы, наверное, комнату ищите? Ага. На одного. Осторожно, пожалуйста. Пардон. Я бы с удовольствием. Но ко мне дочь из Ленинграда с мужем приехали. Вот, внучку нянчу. А с ребенком, знаете как? Ничего, я люблю детей. Извините, не могу. Никак не могу. Извините, пожалуйста. Чшшш. Ох, простите. Водички попить можно? Можно, можно. Пожалуйста, заходите. Пойдемте, пойдемте. Спишь? Будь здоров, маляточка. Большие дела. Что? А где же приятель ваш? Не знаю. Мне он показался каким-то странным. Мне тоже. Я пойду. Минуточку. Да? Я могу к соседям зайти и спросить? Зачем? Вы же отдыхать сюда приехали? А, да, вроде. Как это вроде? Здесь очень хорошо. Все, кто сюда приезжают, остаются довольны? Угу. До свидания. Вода очень хорошая у вас. Да что вы. Вода как вода. А мне очень понравилось. Раечка, привет. 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 У вас отличный купальник. Спасибо за комплимент. А что это вы такой веселый? Веселый? Так ведь утро какое. Первый сорт, как говорит один мой знакомый. Выспались? Выспалась. А как вы добрались вчера до гостиницы? Отлично. Правда, думал, дочь хлынет. Но он не хлынул. Знакомьтесь. Мы верный рыцарь. Сема. А мы уже знакомы. Привет. Здрасте. Здрасте. Я вас где-то видел. Я вас тоже. Когда же вы успели? А мы ему вчера морду набить хотели. За что? Что? Чтобы к тебе не лез. Да? А твое какое дело? Я тебе уже сто раз говорила, что могу быть с кем угодно и когда угодно. Мне уже надоела опека. Что за мальчишество? Чего такие вот девчонки липнешь? Помолчи. Твоя? Моя. Пользоваться не можешь? А лезешь. Мы ж поговорить хотели. Разговорчики со свинчаткой знаешь, чем кончаются? М? Между прочим, ребята, вы мне кастет можете достать? Хорошо, заплачу. Могу сменяться на что-нибудь. А зачем он тебе? А чтоб с такими, как ты, спокойнее себя чувствовать. Ну, достанете? Попробовать можно. Только мне настоящий нужен. Не самоделка какая-нибудь. Желательно немецкий. Ну, где я тебе такой возьму? А может, я достану? Юшков был убит кастетом. Буш сказал, что Юшков не то собирался встретиться с каким-то Семеном, не то встретился. Не тот ли это Семен? Передаём последнее известие. Электромоторы, стеновые полипроводниковые приборы и мощные преобразователи на полипроведниках, кабельные изделия и много другой продукции выпускают предприятия электротехнической промышленности Эстонской Республики. В последние годы пятилетки многие предприятия Республики увеличили выпуск продукции исключительно благодаря росту производительности труда. Среди них Талинская Орлина трудового Красного Республики. Как водичка? Прекрасная. На лугах Республики развертывается сенофор. По количеству скошенной площади впереди идут Тартусские и Островные районы. 12 и 16 процентов планов. По разнообразию своего ассортимента... Ты здешний? Да, приезжай на Литок, родителям. Учишься? В Рыбно, в Кренеграде. А ты? Москвич. Хочу матросом пойти, с рыбаками. О, сразу не устроишься. У меня в рыбном управлении дядька работает. Они черти с визой долго тянут. Потерплю. Осознан необходимость в этих бумажках, понимаешь? Не маленькие. А на ту игрушку у меня пока есть. Сколько возьмешь? А не в этом дело. Ты долго на пляже будешь? А что? Так я сейчас бегаю и принесу. Там договоримся. Давай. Пока. Он тебе нравится. А может быть, я здесь лишний? Так ты скажи. Престань чепуху уградить. У меня на душе и так скверно. Глупенький. Я же к тебе хорошо отношусь. Он женат. Любит свою жену. И вообще перестань выдумывать. Здрасте, Клава Николаевна. Вы прекрасно плаваете, Боря. Первый разряд. А я вот тоже вышла пройтись. А то с ума можно сойти от одиночества. Ну, а как у вас работает? Да, пока ничего. Как Генни хочешь? Ничего, работает. Уеду я. Когда? Приходите к нам сегодня вечером. Постараюсь. Между прочим, сейчас встретил жену убитого в гостинице. Юшкову. Интересно. Вот бы никогда не подумала, что у такого неприятного человека может быть симпатичная жена. Почему неприятного? Мои соседи по номеру совершенно иного мнения. Он дрянью был. А мнение вашего моряка ничего не стоит. Пьяница. Я вижу, моряк вам активно не нравится. Да. А мне, Григорий Михайлович, понравился. А ты его тоже знал? Я же к Райке хожу. В гостиницу. Юшков был свой мужик. Ты-то что в людях понимаешь? Он... Что он? Ничего. Полететь! Пойду. Пройдусь. Привет. Осечка вышла. Всю дядькину квартиру обшарил, нигде не нашел. Ничего не понимаю. Точно помню, видел в ящике для инструментов. А теперь исчез. Ничего, не огорчайся. Наверное, и так себе был костер. Да ты что? Ерунда. Мировой. На четыре пальца. Никелированный, с фабричной маркой. Эх, жалко. А какая марка? Дубовый лист был выгравирован. Я у него все время выпрашивал, он говорит, холодное оружие нельзя. А ты молодой, говорит, и дурак. А откуда он у дядьки? А черт его знает. Войну, наверное, подобрал. У него немецкие железные кресты, каска с рогами. Я давно уже стянул. Он что, воевал? Да нет, он плохо слышит. Всю войну здесь прожил. Ну, бог с ним, с кастетом. Я скоро вернусь. Серега! А дядька твой в рыбном управлении работает? Да. Он может с визой помочь? Попробовать можно. Я вечером к нему забегу. А я сегодня сам управление разведаю с другой стороны. Мне там протекцию обещали сделать, какому-то мягеру. Мягеру? Это же мой дядь. Да? Да. Дядька? Дядька. Мартин Мягер? Мартин Мягер. Вот совпадение. Ну, договорились. Ну, ладно, пойду к ребятам. Субтитры подогнал «Симон» 20 минут назад в городе милиции пришло письмо местное. Анонимный автор сообщает, что Юшкова убил Мартин Мягер. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, все в порядке. Подписи есть, печать есть, все как надо. Ну, этого мало. У вас прописка московская? Конечно. Я не могу вам дать работу в городе. Вам надо оформляться по месту друзей. Я не могу вам дать работу в городе. Я не могу вам дать работу в городе. Неужели, неужели ничего нельзя сделать? Да, но это совсем дать работу в городе. Да, но это совсем другое дело. Да, но это совсем другое дело. А что ж вы раньше не сказали? Угу. Угу. Это я понимаю. Как говорится, не сразу Москва строилась. Вам нравится у нас? Вообще-то да. Городок тихий. Красивый. К нам многие приезжают отдыхать. Да, только у меня с деньгами туговато, если долго ждать. Ну, если тяжелую работу не боится, могу определить на время рабочим в порт. Оплата? Оплата зеленая. Хорошо. Только не раньше, чем в середине той недели. Спасибо большое. И еще одна просьба. Если можно, в общежитии. В гостинице дороговато, конечно. Но даже не в этом дело. А в чем? Да, так. Ерунда. А все же? Разговоры всякие ходят. На месте меня таком поселили. Я понимаю, это, конечно, предрассудки. Ну, словом, там человека одного убили. Юшкова. Может, слышали? Да. Страшно. Очень страшно. Вам, товарищ Бараксин, надо заполнить анкету в двух экземплярах. Напишите автобиографию. Да. Надо сделать фотокартики. Шесть на четыре. Овалом. Анонимка и костет. Я не склонен доверять анонимкам. Но костет кое-что значит. В ателье знают. Вот, пожалуйста. Насчет работы в порту зайдите ко мне в среду. И про общежитие тогда поговорим. Спасибо. Насчет фотографий надо поторопиться? Да. Ну, ладно, тогда я в понедельник забегу. Ладно. До свидания. Алло. Да, он пришел. Что вы делаете? Если нет выбора, надо подчиняться. Что с вами, Мартин? Я себя сегодня что-то неважно чувствую. Я, пожалуй, домой пойду. Я Бур mieux веду вас. Звук двери. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Понимаю Вам что? Сок, пожалуйста Ох, жара страшная Страшная Да, Ото Янович Что? Вы ведь по мебельной части? А? Я спрашивал в магазине, достать совершенно невозможно А мой профессор, когда я уезжал сюда, он меня просил достать кабинетную секцию, разборную А, я знаю, какие-то прибавцы делают Может, можно как-нибудь на мебельной фабрике договориться, неофициально там Я хотел спросить у Буша, но как-то неудобно Фото Янович, скрываетесь от мирской суеты А я шел мимо, смотрю вы А я тебя и ждал Да, потом Да, познакомься, это мой товарищ по гостинице Борис Рейно Воздух здесь не такой серой, как на Черном море Да, гораздо лучше Я сегодня в Рану еду Дороги будет скучно Дайте я возьму газету Что? Сегодняшняя? Нет, нет, это старая Пока Пока До свидания До скорого Рейно Да Извините Пожалуйста Приедешь из рана, пять часов встретимся здесь на вокзале А что это за парень? Так, пляжное знакомство Угу Хороший парень Привет Ров Не узнаешь? Прикуривать давал А Рану красивое место? Красивое Вот, Иоаннович, как все-таки насчет кабинетной секции, а? А-а-а Да почему все-таки вам не поговорить с Гушем? Вы знаете, мне показалось, что он не тот человек, с которым можно договориться А что вам показалось насчет меня? Да Вы совсем другое дело Интересно, что было вложено в газету? Кстати, газеты за сегодняшнее число Нет сомнения, встреча в кафе не случайна Автобус на Рану отходит 12.37 Один раз в день Накладка у приятеля Пухальского Ведь этим рейсом он не едет Хотя у него может быть своя машина Но за рулем газет не читают А приходит автобус сюда В одиннадцать часов Я должен найти преступника Такая работа Такая уж у меня работа Но ведь это необходимо Необходимо Чтобы улицы были светлыми В расписании Найденном у Юшкова Рануская линия была отчеркнута карандашом А может Юшков интересовал не отход автобуса А его приход? Одиннадцать часов Третьего Юшков с кем-то виделся А пятого был убит Третьего, если, конечно, была встреча третьего Произошла в то же время, что и убийство В районе одиннадцати часов утра А почему Войтин торопился на автобус тоже к одиннадцати часам? Автобус из Рана приходит ровно в одиннадцать Так Я убийца Я слезаю с автобуса В одиннадцать ноль ноль И иду сюда Здесь я назначил Юшкову встречу Если не торопясь сойти с автобуса И прийти сюда Это будет как раз время убийства Теперь я Юшков Я попадаю в проходной двор Из центра города Стоп, стоп Но если я опасаюсь человека С которым должен встретиться То зачем Иду в такое глухое место? Неясно За мной бежит Роя Познанская Час назад я о чем-то говорил с ней на пляже О чем? Что она хочет сделать? Предупредить меня? А может она следит за мной? С какой целью? Но если она свернула за мной во двор Она должна была видеть убийцу И убийство Значит он убил у нее на глазах И позволил ей уйти? Что не решился на второе убийство? Ерунда Одно или два для него не имело значения Познанская его сообщница Что-то сомнительно Тогда почему она не пришла в милицию? Интересно Кто работал третьего и пятого? Может быть водители запомнили кого-нибудь Кто ездил в эти дни Израну сюда И обратно Разрешите? Пожалуйста Здрасте Я к вам вот по какому делу Моя жена пятого числа ехала из Ранны на автобусе И потеряла паспорт Я сама так часто думаю А потом нахожу Завалится или еще где Вы дома получше поищите Да уж все обыскали Я потому не сразу и пришел Думал найдется Ну так надо шофера спросить Хотя если бы нашел Сдал давно Пятого говорите, да? Да-да, пятого Пятого Черкизия ездил Спросите у него А как его найти? Или нет? Ага, точно Должен быть Черкизия Автобус везти А приехал Владимир Пантелеймонович Он и третьего работал Вы запишите Владимир Пантелеймонович Хопов Да я и так запомню Память хорошая Что вы сказали? Это хорошо, когда хорошая память Вот еще что Пятого с ним мальчик приехал Сидел в автобусе А водитель потом его отвез обратно Может мальчик видел? Да, неприятность получилась Но у него кончился бензин И мне пришлось его выручить Ну вот видишь Отдал талоны Сам без бензина остался Из графика вышел Сам виноват Ну до свидания Всего доброго Наверное, я давно должен был сделать это заявление Это мой долг Юшков В начале оккупации Работал в Рамовской полиции Вы не ошибаетесь? Я неоднократно видел его в форме Видите ли, в армию меня не взяли По причине здоровья А эвакуироваться я не успел Остаться в оккупации Тогда я часто встречался с Юшковым А с недели назад Когда я Увидел его у Генрия Буша Моего соседа Я вначале не был уверен Что это он Прошло много лет Но когда Буш назвал мне его фамилию Все совпало Я думаю, мне кажется, что это все связано с прошлым Юшкова Ну, почему вам так кажется? Не знаю Я думаю, так Да, но для этого должны быть основания Буша мне сказал, что это, наверное, не ограбление Ну, а что еще? Жалко, что вы к нам раньше не пришли Я не хотел попасть в клуб по положению Мне, конечно, виноват Но вас никто ни в чем не обвиняет А где вы были во время убийства? Дома Я чувствовал себя плохо и не вышел на работу Вы были в поликлинике? Нет Я вызвал врача на дом У меня больное сердце С стеноградея В котором число был врач? В десять И вы никуда не выходили? Нет То есть, два часа я вышел за продуктами Жена в отъезде А откуда вы знаете, что убийство произошло до двух часов? Вы сказали, в то время, когда произошло убийство, вы были дома Я... Мне Буш сказал А чем вы занимались дома? Как чем? Лежал, читал книгу Какую книгу? Ну, не помню Разве это так важно? Очень важно Убийство произошло около одиннадцати И примерно в то же время Буш, сажавший на участке цветы Зашел к себе и увидел, что у него протекает потолок Он поднялся и стал стучаться к вам Вас не было дома Да Да Я вышел Значит Вы уже наводили обо мне справки Вы вышли Зачем? Я видел в окне Юшкова Он шел вниз по улице И тогда я решил Я собирался принимать ванну Но сразу отделся и выбежал на улицу Я забыл выключить воду И забыл, что заткнул отверстие в бане Буш Видел вас? Нет Я вышел черным годом на Красноармейскую Юшков шел по ней Дальше? Дальше все Я больше его не видел Он куда-то свернул Когда вы глядели в окно, вы не обратили внимания? Его кто-нибудь преследовал? Нет, по-моему Какая-то девчонка шла по этому же направлению Для двадцати Больше никто Опишите ее Как она была одета? Не помню, товарищ капитан А вы не встретили кого-нибудь знакомого? Нет Никого А вы знаете Раю Познанскую? Которая работает в гостинице? Нет В гостиницах я не бываю Скажите, когда вы спускались Вы не заметили, Буш работал во дворе? Вы его не видели? Я не смотрел Я торопился Чем вы занимались потом? Ну, я Немного прошелся И вернулся домой Вы говорите неправду Нет, я говорю правду Вы спрашивали Наводили ли мы о вас справки? Хорошо Я все расскажу Я выбежал И я не стал догонять Юшкова Подумал Лучше пойду и заговорю Если представится случай И если бы он зашел в кафе Или еще куда-нибудь Но Он свернул в проходной двор Простите Можно водички? Пожалуйста Спасибо Барли просохла Он Я за ним Я услышал Впереди Чьи-то шаги Двор там делает поворот Такое колено Я шаги Слышал в гулку Но никого не видел Двор был пуст Шума драки Не слышали? Только шаги И когда я выскочил на площадь Там шли люди Но Юшкова Среди них не было Я выгнулся обратно Юшков нигде не мог спрятаться И я Почему-то Я завинул За мусорный ящик Помочь ему было уже нельзя Мне стало страшно Я не герой, знаете ли Я представил себе Как придется все это объяснять Что я шел за ним И как его убили Чуть не у меня на глазах А я Ничего не могу сказать Вы боялись Что вас заподозрят в убийстве? Я очень испугался Куда делась та девушка О которой вы упоминали? Ну, следя Во дворе ее не было? Нет Не было А почему вы именно Сегодня пришли к нам? Не знаю Я все время Мучился Мне было страшно Я всего боялся Буквально всего Мне казалось, что меня подозревают Я сначала хотел вам Обо всем написать Ну вот сам пришел Я хотел какой-то определенности Я понял, что нельзя молчать Хорошо Мы хотим показать вам Один документ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это не я Письмо без подписи Подумайте, кто бы мог его написать Не знаю Вас мог кто-нибудь видеть в проходном дворе? Нет Но есть еще одна невыясненная деталь Вам знакома эта штука? Да Это Кастет Это мой кастет Не торопитесь Посмотрите внимательно По-моему Мой Давите дубовый листок Кажется, мой Но Но как он попал к вам? Именно этим кастетом Был убит Григорий Михайлович Юшков Свой кастет я выбросил В подхожее место Прошлым летом На даче у моего Родственника А почему вы его решили выбросить После того, как хранили столько времени? К нему подбирался мой племянник Мальчишка И я вспомнил о нем До этого он валялся у меня В ящике для инструментов Родственник ваш Знал о кастете? Нет А где находится дача? Я могу поехать Нет, поедем мы сами Вы только место укажете Я понимаю Все свидетельствует против меня Но он должен быть там Должен А кто у вас видел кастет? Затрудняюсь сказать А вы постарайтесь припомнить Это очень важно Не знаю Генрих Буш может быть Он берет у меня инструменты А в каких вы с ним отношениях? Сам хороший А Буш знал, что вы выбросили кастет? Вряд ли А Пухальского вы знаете? Простите, кого? Отто Яновича Пухальского Он приехал в командировку На мебельную фабрику И был в гостях у Буша Не знаю Может быть, видел, но Фамилию не знаю И еще Почему все-таки вас так интересовал Юшков? Ну, служил он в полиции Ну, узнали вы его Но ведь вы бросились за ним Забыв даже закрыть воду А ведь вы чувствовали себя в тот день неважно Вы боялись упустить его Почему? Я отвечу Я знаю, что это свидетельствует против меня Ну, я отвечу Он тогда в 43-м году Ударил по лицу женщину Которая С которой Словом Я был к ней неравнодушен За что он ее ударил? Она сказала ему Что только подлец Может носить форму Которую носит он Полицайскую форму А что с ней было потом? Ничего Все кончилось благополучно Он не арестовал ее И не донес Но только я хотел напомнить ему ту сцену Ну, просто напомнить Ему, наверное, было бы неприятно А мне хотелось, чтобы ему было неприятно Эта женщина Моя жена Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так и остался ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет. Ты устал? Да. Немного есть. Почему уцелел Юшков? Партизанский отряд погиб, а он уцелел. Ведь опять получается, он кентавр. Гестапо не будет использовать полицейского в роли провокатора. Слишком мало шансов на то, чтобы быть неопознанным. Знаешь, я думаю, Бьюшков просто решил встретить нашу армию партизанам, а не полицейским. И скрыл свое прошлое. Рискнул. Сейчас мы с вами находимся в основном зале замка. Здесь нет скульптур, а также всего того каменного кружева, которое обычно связано с представлением о готике. Материал, из которого построен замок своей массивностью и тяжеловесностью, налагал определенный отпечаток на облик местного готического стиля. Обратите внимание. И вообще, у Буша есть твердое алиби. Его же все время видели во дворе соседи. А вот это неверно. То есть? Грушцы на этом алиби. Они утверждают, что видели его все время. Но ведь он же бегал к Мегеру, когда протек потолок. Наверняка пытался принять какие-то меры. Как ты считаешь, сколько ушло на это времени? Ну, наверное, минут 20. Если не больше. Сейчас вы напомните, что одно из интереснейших достопримечательностей нашего городка. Это замок-монастырь XIV века. Здорово, да? Значит, соседи солгали. И строили на еще непокоренной земле свои замки и монастыри. Как вы видите, этот старинный замок, построенный шесть... Опять же, нет. Здесь есть один чисто психологический нюанс. Вот, смотри. Соседи, чита пенсионеров, все утро сидели на веранде, разговаривали, пили чай, читали газеты. Словом, специально не следили за Бушем. Видят, он возится в саду. Отвлеклись. И случайное совпадение. Буш в это время тоже отлучается. Потом снова взглянули в сад. А он опять возится с цветами. Я не уверяю, что он весь день работал у них на глазах. Что там такое? Но есть еще и такой вариант. Автор анонимного письма. Ну, хотя бы тот же Буш. И убийца, и во разных человека. Никак не связанный друг с другом. Просто Буш видел, как Мягер шел за Юшковым и решил, что тот убийца. А про Костет он ничего не знал. Простое совпадение. А про Костет. А про Костет. А про Костет. Продолжение следует... 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 Сосед придет и постучит. А нам спокойнее будет. Простите меня, баррель, но я не могу спать при открытом окне. Простите меня. Новая загадка. Войтин не ночевал в гостинице. Где он сейчас? Знает ли что-нибудь об этом Пухальский? Прошлую ночь дверь не закрывали. А вчера он закрыл на ключ. Что? Уже не ожидал возвращения моряка? Угу. Да. Я не знал, что тебе это понравится. Даем последнее известие. Как сообщило Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР, сегодня, 8 июня, работники промышленности республики выполнили полугодовой план по общему объему реализации продукции и производству большинства важных видов промышленных изделий. Почин москвичей и ленинградцев, борющихся за досрочное выполнение заданий, горячо поддержал коллектив поводостроительных материалов «Мяниннику». Два. Гуд Морган. О, Гуд Морган, Малиба. По утрам надо заниматься саляткой, молодой человек. Угу. Угу. Утро. Туманное. Утро. Ой, похоже, наш морячок коротает время у какой-то вдовушки. Ряд ли. Не похож. Ого. Где же еще? Выеехал? Да нет, лазь в кафу. А, значит, не выеехал. И очень хорошо сложены, Боря. Да? Ага. А не занимайтесь зарядкой. Можно заняться. Странный этот тип возим. Ага. То пьет без просыпу, то исчезает куда-то. А вы молодец, Боря. Селенка есть. Ну. А, у меня к вам есть деловое предложение. Да. Какое? Вы, наверное, нуждаетесь в деньгах. Ого, еще как. Вы сегодня свободны? И сегодня, и каждый день, как сказал поэт. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот это мне восстанавливается. Вы много читаете, это хорошо. Фух. Пиджачок, готовые одежды купили? Да. Зря потратились. Жарко? Да, ну, вы знаете, надоело. Каждый спрашивает. Об этом. Где ваш пиджак? Вроде вашего морочка. Да. Знаете, я его на аутово-зале вижу часто. Но он никуда не едет. Что он там крутится? Черт его знает. Садитесь, Боря. Зачем? Кафе-то рядом. Садитесь, не делайте культа из еды. Пожалуйста. С побочными расходами 450. Потянет ваш профессор? Конечно. У него деньги есть. Спасибо вам большое. Ну, потом спасибо. Куда мы едем? На вокзал. А теперь, Боренька, услуга за услугой. Надо отпустить чемоданчик. Здесь недалеко. Я дать одному человеку в рапу. Дело ерундовое, а оплата царская. Сколько? Можете не беспокоиться. А все же? Считать, что 25 уже в вас в кармане. О, это мизер. Мизер? А сколько хотите. Вам надо только поехать, передать чемодан и все. Никаких хлопот. Знаете, мне наблевать, что у вас в чемоданчике, но рисковать свободой за четвертную я не хочу. Ха-ха-ха, Боря, это совсем не то, что вы думаете. Ну, тогда почему бы вам самому не выручить своего приятеля? Это другой вопрос. Так сколько вы хотите? Сотню. Что? Сто. Половину вперед. Это нереально. Считайте, что я вам ничего не предлагал. Хотите, я вам за 85 это дело обделаю? Нет. Забудьте об этом, я пошутил. Ладно, 70. Боря, я не хочу больше говорить на эту тему. Антс, заворачивай обратно в гостиницу. Хорошо, пусть будет по-вашему. Только половину вперед. Хорошо. Хорошо. Я вам дадаю, Боря. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дороги здесь ничего Сам видишь А сколько всего остановок? Одиннадцать, если не считать, конечно Мальчишку, который ездил в Пятво с Поповым, нашли Выяснилось, что его родители должны были поехать в Болгарию по туристической путевке Ну и попросили водителя привезти ребенка из раны сюда Четко должна была его встретить, но не встретила Попов закрыл мальчишку в автобусе, чтобы не смог убежать И пообещал ему мороженое Сиди, говорит, пока за тобой не придут А сам пошел Куда? Мальчик сказал, что никуда не ходил На площади стоял, с другими водителями разговаривал Потом по лесмотору проверять И все это время диспетчер видел его на площади И вообще она очень хорошо о нем говорила Книжки у мальчишки не было? Может быть, читал, увлекся? Нет, он не читает Маленькие еще Да А что случилось с родственницей? Больна Приступ был Точно? Проверили А адрес ее ребенок не знал А почему Пятого Попов ездил не в очереди? Инициатива исходила не от него Об этом просил начальство, его сменщик Черкис Об этом Черкисе что-нибудь известно? Пока нет Ой А мороженое Попов ребенку купил? Купил Он сегодня будет здесь? Да Смотри на его фотографию Вот я и думаю В рану податься Ну а что действительно? Там порт большой Легче устроиться Ты бы подумал, парень Ну а что тут думать-то? Плавать того, как хочется Хочется попробовать самому Я и в море-то никогда не выходил Ты варьмин служил? Ну а как же Вот надо было на флот подаваться На флот Угощайся Чё-чё-чё? Это вольный перевод О, соль рассыпалась Поссоримся Ну а Делай как приказано Не рыпайся У нас в институте ребята Инглиш в основном учат Ну? А я немецкий А ты в каком институте? В энергетическом Специальность такая Языки нужны у... Я в языках не бум-бум Да? Да, а что? Ничего Это что за рисунок-то? Да Карикатура военных расходов В Англии Опять ассигновали Тут, между прочим, статья интересная есть О процессе над изменниками Родины Гады Сволочь Если бы разрешили Я бы их все к стенке поставил бы И как их разыскивают? Столько лет прошло Ну, кто умеет, тот найдёт Журналчик-то прочёл? Угу, прочёл Да, почитать Сколько они людей в войну извели Ой Сами-то воевали Я-то Поевал Поевал Ну, ладно, я пойду в диспетчерскую Ты если задумал ехать То скоро отправление Сегодня навряд ли Ну, как знаешь Ну, держи Угу Спасибо за журнальчик У него твёрдое алиби Мальчик Мальчик видел его всё время Ждал мороженое Мороженое ждал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Диспетчер видел его все время на площади. Мальчик тоже сказал, что водитель никуда не уходил. Потом полез мотор проверять. Если поднять капот, из автобуса тебя не видно. Ну, вертелся тут. Ну, видели. Одни здесь, другие в диспетчерской. Иллюзия постоянного присутствия. Но у него алиби. Мальчик. Твердое алиби. Мальчик видел его все время. Ждал мороженое. Мороженое ждал. Проверьте. На автобусной станции в день убийства работала мороженщица. Привет. Где же вы пропадали, Боцман? Я уж волноваться начал. Думал, случилось что-нибудь. Чего надо? Предупредили бы, что не будете ночевать? Я уже сто лет никого не предупреждаю. Квартиру нашли? Нашел. Ну и как? Никак. Хотел выпить. Сосед трезвенник. Может, отравимся, а? У тебя же принцип с утра не пить. Англичане, Боцман, говорят, что это за традиция, если ее не нарушать. Вы не слишком оптимистично смотрите на жизнь, Боцман. Пекаркой надо терпение иметь. Это великая вещь. Я был юнгой на Таргашен. Мы в Порсаи зашли. Утро постоял полицейский, босой. На плече ружье. Ружье лет двести. Я прошу, дай посмотреть. А он головой мотает. Я опять прошу. А он гонит меня. Но в полдень постерил коврик, положил ружье и встал на молитву. С Богом, говорю. А я спер ружье и разобрал его. Интересное ружье. Суть в чем? В чем? Я терпение проявил. Хотя молодой был. Чуешь, к чему я клоню? А? Чую. К чему? Я студент завтра итоги подводить буду. Поставлю точку. Поэтому не ночевали? Не хотите отвечать? Ну, извините. Ты всю дорогу изменяешься. Столичное воспитание завтра. Завтра он собирается подвести итоги. Подвести итоги. А я ничего не знаю. У меня начинают сдавать нервы. Это плохо. А может, на море пойдем искупаемся? Всего я там не видел. Эх, жарище. Сыграем? 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 Может, отравимся? Травишь один, я бы завязал. Но ненадолго. Деньги не тронуты. Кража. Или инсценировка кражи. Исчез только фотоаппарат. Завтра дождь пойдет. Захотите позагорать. Поздно будет. Что завтра нас ждет одному Богу известным. Впрочем, мне тоже. Может, поделитесь? Будем знать втроем. Бог, вы и я. Много будешь знать, скоро состаришься. Ох, это верно. Да, студент. Загадку решишь? Смотря какую. Толстенький, лысый. Глазами хлопает. Скажет слово, опять хлопнет. Не понял юмора, Боцман. Буш приходил. Забыл тебе сказать. Сидел, ждал тебя. Кто-то сомневается в том, что я студент. Почему взять только фотоаппарат? Чтобы проверить, как я буду реагировать. Ну, а как ты можешь реагировать? Либо поднимешь шум, обнаружив пропажу. Либо не будешь поднимать шума. Если я студент, подниму. Если я молодой, неопытный работник следственных органов, шуму поднимать не буду. Чтобы не привлечь к себе внимания. Странный способ проверки. Ну, почему же? Примитивный какой-то. Если я заглотну наживку, что предпримет преступник? Первая самая пассивная реакция будет опасаться меня. Вторая скроется. Третья. Если он почувствует, что я на верном пути и стал опасен, попытается меня убрать. Ну, если преступник думает, что он чем-то себя выдал, он может пойти на все. Открыв во мне работника безопасности, он должен среагировать на это открытие. А я должен уловить эту реакцию. Просто как в задачнике. Я сей смогу. Точнее, мишень. Мишень, на всякий случай пусть меня прикроют. А может, ты все-таки перемудрил? И это простая кража? Почему взять только аппарат? Ставка на мою неопытность. Другого варианта пока не вижу. Жаль, что вы меня не застали в гостинице. Я вам был нужен? Просто так заходил. Мы сейчас пообедаем, а уходить не будем. Посидим. Здесь будет весело. А где вы были утром? А я со своим соседом по номеру, Пухальским, ездил на вокзал. А, с Состеяновичем. А вы с ним знакомы? Ну, как же он. Приехал из Риги к нам на фабрику и как-то был у меня в гостях. Деловой мужик с хваткой. В каком смысле? Да, во всех смыслах. Умеет жить черт. Между прочим, он очень сокрушался об Юшкове. Да? Да-да-да, вот Янович с Юшковым как-то у меня пили. Чай? Да, с лимоном. И здорово сцепились насчет оккупации. Спорили, спорили. У покойного Григория Михайловича даже глаза кровянули. И что-то про полицию выясняли. Про полицию? Ну и что? Пожалуйста. А ничего. Ну, а как, Лава Николаевна? Ай, не в настроении она выезжать собирается. Да и что ей в моем обществе? Ей свой-то грандулет надоел, а я чем краше? Пожалуйста. Ничего, она получит. Крупную сумму по страховке. А вообще темное это дело. Хорошо, хоть убийцу нашли. Да вы его знаете. Я? Помилуйте, откуда же мне его знать? Знаете. Ну, вы даете. Геной хочется. Я не шучу. Григорий Михайлович убил Мягер. Ну, вы же сами видели, как его везли. А сегодня утром из Тарту вернулась его жена, а Мягера нет. Она туда-сюда стала звонить в морг, в милицию, и ей бац, ваш супруг арестован. Ну, она в истерику. Так ее клавочка отпаивала. А ведь она же родная жена убиенного. Представляете? Представляю. И вообще, милиция знает, что делает. Там тоже не боги. Могут и ошибиться. А где Ред? Вон там. Добрый день. Добрый день. Мы специально договаривались, что если кто-нибудь будет наводить справки о Мягере, не сообщать, за что он арестован. Жене Мягера не может быть ничего известно. Бушу тоже. Откуда у него такая уверенность? Анонимка напечатана на машинке мебельной фабрики. Сейчас подойдут. А что это за товарищ, который поздоровался с вами? Да... Он на меня как-то странно посмотрел. Ваш знакомый? Да, знакомый немного. Так пригласите его к нам. Правильно. Правильно. Веселей будет. Товарищ Сибал, можно вас пригласить за наш стол? Нет-нет, что вы, спасибо. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Ну, хорошо. Это Боря. Сибал. Здесь, между прочим, борщ хорошо варит. Не жирный, а наваристый такой, густой. Здешний шеф Петр Константинович, он был поваром на флагманском корабле адмиралов кормил от живых. Это же школа. Адмиралы знают толк в борщах. Пожалуйста. Мне, пожалуйста, салатик и лангет. Хорошо. Откройте. Мне что-то вы сегодня, Боря, не нравитесь. Да, у меня неприятность. Фотоаппарат украли. Смена два. Аппаратик дешевенький. Но жалко. Как вас понимать? В прямом смысле. Открыл чемодан, а его нет. Вы в милицию заявили? Почему? Не хочу. Блоки-то начнется. Соседи таскать будут. Ну, глупость какие, а? Кто же это мог украсть? А нет, соседей ваших я знаю. Солидные люди. Они не могли пойти на такое. Как вы думаете? Вы что, не здешний? При езде. В гостинице в 36 номере живет. Понимаете? Нашли у кого красить. У него и так денег нет. Да не в этом дело. Обидно. Видике тут хорошие. Так хотел пощелкать. Слушайте, у меня к вам личная просьба. Надо помочь человеку. Студент и такая неприятность. Получите кому-нибудь. Ну что ж, разберемся. Сырэ. 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 Я ведь в отряд приходила, как в довоенное время попадала. Можно говорить, о чем думаешь. А Юшков, он замкнутый был. Но тоже оттаивал. Оказалось, что нас четверо, а пять только трое. Убит. Двое. Корнеев умер в прошлом году. Умер? Я его плохо знала. Ты понимаешь, в городе мы встречались только по делам, конспирации. А там в лесу Гриша. Тина, ты помнишь Тягунова Владимира Игнатьевича? Да, конечно, помню. А он что? Какие функции на него были возложены? Хозяин явочной квартиры. У него обычно собирались члены подпольного комитета. Он погиб при очень странных обстоятельствах. Вот как? Когда наши войска уже вошли в город, и я могла свободно ходить по улицам, как-то я встретила соседку Тягунова. Она рассказала, в тот день, когда шли массовые аресты, гестаповцы ворвались к Тягунову и пробыли там, ну, не больше минуты. Спустя час соседка решила свойти к нему. Тягунов лежал на полу. Ты понимаешь, это же очень странно. Всех арестовывали, потом долго мучили. Его убили сразу. Извините. Мамочка, не забудь дать Кларике вовремя морковный сок, пожалуйста. Нет, что ты. Ну, мы пошли. До свидания. До свидания. До свидания. Соседка жива? Она умерла в 51-м году. А родственники у него есть? Насколько я знаю, нет. Он жил один. А что, если все эти аресты делали его рук? Нет. Нет. Он был надежным товарищем. И потом, почему же Еву убили? Он был надежным товарищем. Игра. Он был надежным товарищем. Он был надежным товарищем. close to the airport. ERE. Добрый вечер, Отеянович. О, горе, добрый вечер. Генри Хоч приглашает за наш стол. Пожалуйста, идемте. Добрый вечер. А, Отеянович, а я думал, вы давно в своей Риге концерты даете. О, мой дорогой, сейчас не могу петь. Нахожусь на билетеле. Катар верхних дыхательных путей. Хе-хе-хе-хе-хе. Простите. В нашем номере фотоаппарат? Смена два. Дешевый, но все-таки жалко. Я так и знал. Что-то должно было произойти. Сообщницей кентавра она быть не может. Я достаточно пригляделся к ней. Но сама она к нам не придет. Это точно. Не решится. А что-то знает. Вам нравится здесь? Это наш лучший ресторан. Наш лучший ресторан. А вы хорошо ведете. Спасибо. Необходимо с ней объясниться. Разрешение на это я получил. Шла же она тогда за Юшковым. Шла. Он мне все время казался подозрительным. Кто? Не я. Морячок. Спасибо. Не сердись, Сема. Все нормально. Может, к нам пересядете? Спасибо. У нас там своя компания. Веселых и находчивых. Благодарю. А миленькая девочка, с которой вы танцевали. Еще бы. Плохих не держим. А, между прочим, вы ее знаете. Она работает администратором в гостинице. А, да, 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 да. А я и не узнал. Вот, Иоаннович. Может быть, вам не понравилась моя легкомысленность? Что? Извините, на пляж хотелось. Может быть, завтра на тех же условиях? О, Боря, Боря. Мы же договорились больше не возвращаться к этой теме. Ну, извините, Вот, Иоаннович. Извините. Студент, не надоело? Добрый вечер. Добрый вечер. Хотите? Анекдоты расскажу. Пожалуйста. Конечно, садитесь. Присаживайтесь. Сижу я в номере. Вдруг стук. Спрашиваю, кто? Я. Говорят женским голосом. Входите, говорю. Ходит, робко приближается ко мне и говорит. Извините. Я ей говорю, теперь петь не могу, когда извиняется. А она говорит, подлец. Пашка. Я говорю, ты чего? А она, слава Богу, уж как я обрадовалась. Я опять чего обрадовалась-то. И тут она остроумно ответила. Я, говорит, с мусором вышла. А он под кровать полез. А когда вечером пришли домой, он и признался. Вы уж не сердитесь. Плачет. Он маленький, не понимает, что творит. Кто маленький, спрашиваю я. Пашка, сынок мой. Так что вы этот аппарат, говорит уборщица, передайте студенту вашему. Я рада, что встретила вас здесь. У меня для причин, что мы еще увидимся. У вас интуиция. Я тоже. А вы не думаете, что Сёма ревновать будет? Думаю. Прости. Что-то голова у меня кружится. Я немного шампанского выпила. Давайте выйдем на свежий воздух. Вам будет лучше. Пошли. Не надо, Боря. Я ведь вам верю. Но я же толком ничего не знаю. Этого человека не видела. На меня и так косо смотрят в гостинице. Сплетничают. Вы поймите, Раечка. Убийца гуляет на свободе. Сейчас, чтобы спасти свою шкуру, он пойдет на все. На новые убийства. Вы можете помочь нам в его поисках. Серьезно помочь. Хорошо. Я расскажу. Ушков разыскал меня на пляже. Просил, чтобы я шла за ним. Почти рядом, но за ним. А как он это объяснил? Он сказал, что тот человек ему должен деньги. Крупную сумму. И что не хочет отдавать. И что может затеять драку. А я буду свидетельницей. Мне очень не хотелось идти. Дальше? Дальше все. Около проходного двора. Меня неожиданно остановил Семен. Он спросил, куда это я спешу. Я сказал, не твое дело. Но он не отставал. Я не свернула во двор за Ушковым. Я думала, он там остановился и поджидает меня. И все. Вы стояли Семеном возле проходного двора? Да. В него кто-нибудь входил после Ушкова? Мужчина. Рая. Как я должен это понимать? Все, мама. Я сейчас вернусь. Уходи. Пожалуйста. Вы бы узнали того человека? Да. С Уськами. С Уськами. А вы не заходили потом во двор? Нет. Где была назначена встреча? На площади. Там, где стоянка автобуса. Пошла потом туда кругом по улице. Потому что Семен не отставал. Но и Школа там уже не было. Проходным двором идти ближе? Да. Все местные им пользуются. И следуют из этой части города. А курортники всегда в обход. Думают, что двор выходит. Тупик. А чем же вас все-таки шантажировал, Юшков? Дайте мне сигарету. Он был подлый человек. Юшков. Он сказал, что расскажет дирекции о моих отношениях с одним журналистом из Ленинграда. Тот отличный парень, но женат. Юшков подслушал нас и стал еще угрожать, что сообщит семье. Все это было так гадко. Гадко. Вот где была ошибка в наших расчетах. Не во дворе, а на площади. Значит, убийца встретил его на пути к месту свидания. Судя по всему, Юшков боялся именно того человека, которому шел. Кстати, Семен, о котором упоминал Буш на допросе, молодой парень, влюблен в Раю Познанскую, к убийству не причастен. Так же, как и она. Вы знаете, у меня была уверенность, что Мягер говорит правду. Конечно, если бы не старик этот его родственник, да, 73 года, это все-таки возраст. Если бы он не припомнил, что туалет в прошлом году стоял на другом месте, мы бы кастет не нашли. Разрешите? Да, да. Входите. Могу вас порадовать. Буш отпадает. Проверено, что в годы войны он все время был на фронте и к событиям 44-го никакого отношения не имеет. Но анонимку написал именно он. Я так и думал. Садитесь. А почему он решил, что убийца Мягер? Тот был очень взволнован, когда увидел Юшкова в гостях у Буша. Вел себя странно. Утром расспрашивал Буша о Юшкове. А потом протек на Буша. А когда Буш столкнулся с ним в коридоре, Мягер растерялся. Стал говорить, что только что вышел из дому. Ну, а Буш к нему стучал. Потом на следствии Буш узнал, что Юшков был убит около 12 часов. И сразу мысль о Мягере. Чужин сам не пришел. Человек типа а вдруг. Поэтому он так вел себя на следствии. Говорит, береженого бог бережет. Потом по судам затаскали. Ну, а про кастет он не подозревал. Совпадение. Буша вы уже отправили домой? Да. Но как могло случиться, что убийца выронил кастет, если он такой опытный преступник? выронив кастетом, должен был вернуться за ним. Его спугнул Мягер. Может быть. А вы не думаете, что он его нарочно подбросил? Зачем бы это ему понадобилось? А почему на убитом оказался пиджак Пухайского? Я думаю, что на дело в спешке. все свидетели утверждают, что Юшков очень торопился. А Пухайский промахнулся. Испугался опознать свой пиджак на убитом и привлек к себе наше внимание. Его чемоданчик сегодня доставили. Типичный спекулянт. Приятеля его мы взяли, а самого командировочного встретят в Риге. Сообщение из Новосибирска получено о Клавдии Юшковой. Полный алиби. Не родись красивой, а родись счастливой. у вас нет впечатления, что центр исследования может переместиться в Ранну? Правда, данных почти никаких, кроме того, что Юшков служил там в полиции. Но у меня такое ощущение. не верьте ощущениям. Кофе никто не будет больше пить? Нет, спасибо, мне не надо. Службу в полиции и свое пребывание в партизанском отряде Юшков тщательно скрывал. Значит ли это, что он был кентавром? Нет. чего же он боялся? Настоящего кентавра? Как вы сказали, настоящего? Юшков тоже был кентавром мнимым? Может быть. Возможно, он всю свою жизнь опасался, что его сочтут настоящим. Всю жизнь в проходном дворе все временно только страх постоянен. Юшков уцелел в то время, когда весь отряд погиб. О гибели отряда он должен был знать то, чего никто не знал. И за это знание поплатился жизнью. Заметьте, у Юшкова была отчеркнута именно Ранузская линия. Тут целых два совпадения. Расписание и водитель, который ездил в день убийства вне очереди. У водителя алиби. Правда, в этом алиби есть прореха. Мальчик говорил, что он никуда не уходил с площади. Но ведь мороженое ребенка он покупал? Покупал. Покупал. А киоск мороженое на площади не работал два дня. Четвертого и пятого. Значит, он покупал мороженое где-то в другом месте. Водитель мог незаметно исчезнуть с площади и оказаться в проходном дворе. А Войтин? Кстати, в день моего приезда он торопился на автобусную станцию. В районе 11 часов прибывает только автобус изранное. Войтин изранное. Войтин изранное. Фискульт, привет. Вально, студент. Слушаюсь, боссман. Нагулялся? Стихи пишете? Кляузу на тебя. Хорошее дело. Слушай. Да? Ты не знаешь, когда утром вынимают письма из почтового ящика? Часов семь на что? Ничего. Ну, извините. Да, ну, если вы хотите, чтобы вашу депешу отправили рано утром, пойдите, опустите. Сейчас. Быстрее дойдет. Ты не видел? Камера хранения еще открыта. Круглосуточно. А что, вы там свои фамильные драгоценности держите? Там, студент. Слушайте, адмирал, а где же вы гуляли прошлой ночью, а? Тебя трудно выносить в больших дозах. Спи. Ну, извините. А так же и простите. Простите, Боря, я не могу спать при открытом окне. Пожалуйста, пожалуйста. Чего надо? Не знаю такого. Не знаю. А из какого номера? Первый час ночи. Ладно, потерпи, сейчас позову. Не нагулялась. Студент? А, студент? Там тебя женщина к телефону просит. Аж помирает. А, Кристина? Я уже спал. Ну, говори. Ты извини. Пожалуйста. Мне сообщили результат проверки. Отпечаток обуви совпадает с тем следом, который был найден под трупом Юшкова. Совпадает идеально. Кроме того, немецким владеет хорошо. Хвастал в пьяном виде, а в анкете не указывает этого. И уже поздно, Кристина. Ну, раз врач не разрешил летать самолетом, сиди дома. Добрый вечер. Кавель. А вы не суетитесь? Да нет, это не тебе. Ну, до завтра. Я не боюсь сказать этого слова. Спасибо. Адьо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...